Я учусь у облаков А когда я налетаюсь, как тяжелый херувин Я, конечно, возвращаюсь, но уже чуть-чуть к другим И целый день разглядываю вышло Без друзей, без дураков Сквозь себя просеивать тишину Я учусь у облаков Сквозь себя просеивать тишину Я учусь у облаков Но, конечно же, признаться Не могу я никому Что приятно оставаться Одному в пустом дому Потому что вместе с вами Хоть и хлопотно пока Но я все же надеваю Они в белых облаках Я еще послушаю наяву И друзей, и дураков Сквозь себя просеивать тишину Я учусь у облаков Сквозь себя просеивать тишину Я учусь у облаков Ну, вы знаете, каким-то образом немцы выбрали строчку из этой песни В заглаве книги, которую они выпустили Переводили недолго Двадцать пять лет Ну, не потому что сложные песни Просто никому не надо было Знаете, сначала студенты, потом преподаватели Потом поэт Карл Вольф и Алекс Петровский Здесь очень красивые картинки Игоря Шлемарданова из Питера Художника И ноты на русском Ну, русский текст тоже есть, собственно говоря А вообще немцы есть? Поднимите руки Ой, что дойдите А украинцы? Да шокишься? Вот Ну, знаете, дело в том, что Конечно, вот даже при этих переводах поэтических Им не все было понятно с самого начала Потому что Одна женщина очень удивлялась Чего она расстраивается, говорит Это шины наточенные ножи Есть же у нас продаются эти электрические точилки Наточила и все Чего переживать-то? Потом Против Песни Ермак Была помещена схема битвы Хана Кучума и казакин-фюрера Ермака Зачем? Я ее вообще первый раз видел Ну, так они глубоко копали Вот Так что, ну, я понял Одну книгу мы продадим сегодня У немец есть Для вас прозвучит следующая песня Для вас прозвучит следующая песня Я ищусь Я ищусь Я ищусь Я ищусь Ищусь Песня Используйся Конют oric Отхуй Эвесь Мплей Отхуй Из Песня Используйся Инд выступали в Южной Африке, вообще было трудно, потому что спокойные ночи у них по-южноафрикански «хуйнах», вот так. И что-то знакомое вроде бы, неудобно просто, а вы хотите сказать «добрый вечер», говоришь «хуйнах», «хуйнах», «дамы санверы», вот так. Но южноафриканцев-то не идут, как я понял. Даже не будем на этом замораживать. Я вам хочу сказать, что вот у нас вышла книжка «За время отсутствия выступлений в Подорске», и здесь огромный раздел с записками, он все больше и больше. Я вообще-то скоро думаю, Олег Митяев, записки, и выпустил такую книгу толстую. Знаете, очень интересно. Это ваше творчество, дорогие друзья. Была такая записка «Дорогой Олег, в качестве романтического примера для моего мужа спойте, пожалуйста, песню «С добрым утром, любимая». И вот я вот в качестве романтического примера, прочитая некоторые записки, вот, видите, такую маленькую сегодня поставили. Вот на краю сцены стоит, корзиночка такая маленькая. Это для записок. Иногда, знаете, такие ставят. И общение такое. А тут, ну, как-то. В общем, такие вот записки. Ехала на концерт и думала, если я опять расплачусь от песен, значит, ты еще не испелся, а я еще не слушалась. Ну и ты подумай, сижу у него. Из этой же серии. Посмотрел на себя сегодня в зеркало и решился попросить разрешения совместного фото. А то, знаете, с возрастом ни вы, ни я. Такая вот. Вот хорошее тоже. Спасибо за то, что вернули из ветхости юность. Такая философская. Весенние записки мне очень нравятся. Весьма вялый мужской спрос задавлен диким женским предложением. А после ваших песен хочется попробовать любить мужчин за 50. Что будем делать? Олег Григорьевич, что же так все грустно? Весна же, вы в курсе? А вы влюблены? А я подойду. Третий ряд, 17 место. Вот хорошая записка. Витенька, люблю тебя очень. Олег, простите, что не вам. Вот хорошая, знаете, не пойму, то ли вы похожи на Марголина, То ли он на вас, то ли все подульские на одно лицо. Вот это здесь, видимо, написали в прошлый раз. Хожу на все ваши концерты, на этот раз подобралась поближе, Чтобы получше рассмотреть. И рассмотрела. А Марголин-то мачо. Спойте, пожалуйста, песню про родильный дом. Все там будем. Кировчанки. В августе 2007 года на концерте в Геленджике вы исполнили песню о том, Что с хорошим человеком не сопьешься. В скобках мы проверили, это оказалось правдой. Повторите, пожалуйста, эту песню. 19-й ряд. Давайте петь больше новых песен, А то ставим, у меня над духом ушиб какой-то поет. Вы знаете, вот как-то надо, Мне хочется вас призвать к тому, Чтобы вы как-то ответственно все-таки относились. Вот эти два часа, Которые мы с вами вместе проведем, Они все-таки из нашей жизни. Бывают такие неожиданные повороты, Которые переворачивают всю жизнь. Так что не относитесь к этому безответственно. Вот за песню, например. Олег, огромное спасибо. Вы открыли мне глаза на мир. В этом зале я увидел свою жену с любовником, Виктором. Ну, в общем, посмотрите. Внимательно. Вот, это хорошее. Испомните, пожалуйста, для моего мужа песню «Тоска», А для меня «Поручик». Я даже думал, что, может, это продолжение записки. Так, ну, вот, хорошее. А как вы музыку пишете из головы? Неожиданный вопрос. В прошлом году оставила вам свой адрес, Попросила писать, если будет плохо или хорошо. Неужели никак не было? Записка еще такая из вырезки, из газеты здесь. Фестиваль «Распахнутые ветра». Да я уже «Распахнутые ветра» не вижу, нифига. Фестиваль «Распахнутые ветра» помог мне достичь больших успехов. Молодежь мелкой пишет. Вот. На этом фестивале для меня неожиданной была встреча с Олегом Митяевым. Я был приятно удивлен его приезду. Я думал, он давно умер, но он живой. Антон Азаров, вот, «Вязьма». В общем, корзиночка небольшая, но мы будем ее менять. Так что, если вы напишите, пишите смело. Вопросы, просьбы, жалобы, заявления все пишите. Вы знаете, как-то в каком-то городе я так же сказал, потом мы спели песню «Хоть дорога, как стиральная доска» и посвятили ее губернатору. И, в общем, там больше не выступаем. Мы спаем такую песню. Она называется... Называет... Нет, мы все подраняли. Какую-то надо медленную сейчас такую песню. Сейчас, знаете, какой вот мне... Вообще, у нас сегодня еще новый альбом, который называется... А вот я вам новую спою. Совсем новую песню. Она, правда, не про Тобу... Не про Подольск. Свои песни у меня есть про Тобольск. Я думал, можно сегодня спеть и поменять на Подольск. И все. И будет красиво. Вообще, в Вологде пришла такая записка. Год назад на концерте мы просили вас Написать песню о нашем городе, На что вы ответили, мол, Нужны яркие впечатления. Так вот, я согласен. Почему-то о Тамбове получилась песня. Давно мы не были в Тамбове, Провисли в линии лица, Но, ложись в Дохе, И любовь, Им нет конца. Так хочется, чтоб нас там ждали, И встретили без лишних слов, Вот так же тосковал державе. Хотел в Тамбове, Давно мы не были в Тамбове, И вы правы, что так нельзя, Но мы не стали экономней. В любви к друзьям Мы верим снова заберется, Рассеянный по жизни полк, И нас, товарищ, не дождется. Тамбовский волк, Давно мы не были в Тамбове, Но вы не верите зеркалам, Не надо нас ловить на злое, Мы будем к вам. На клубе облупилась краска, Но все придут в ком тот же свет, Вы только не смотрите в паспорт. Прошло сто лет, Давно мы не были в Тамбове, Провисли в линии лица, Но в нашей вздохе и любовь Их нет конца, Как хочется, чтобы нас там ждали. И встретили без лишних слов, Он так же тосковал державе, Хотел в Тамбов. КОНЕЦ Продолжение следует...